Что вам помогало, когда вы поняли, что у вас особенный ребенок, искать специфическую информацию, за что вы брались в первую очередь? Она была малоговорящая, поэтому я решила, что у меня какая-то проблема и надо ее решать, поэтому я обратилась за помощью врача, нас направили на обследование, потом они сказали, у вас похож на аутизм, я не знала, что это такое, я стала читать, опасно, там разные стадии есть. В общем, вот так. Для большинства людей, которые вообще не связаны с реабилитацией, не связаны с ОВЗ, для них непонятно, что каждый следующий маленький даже шажочек твоего ребенка, это гигантская победа. Какие такие победы, вы прям сразу вам в голову первой приходите, то, что самые простые навыки, которые есть у любого другого человека, вы понимаете, yes, мы это умеем делать. Ну, вот простой ребенок владеет простой механикой, допустим, тела, сам себя обслужить, самостоятельно встать, заправить постель, поесть, выпить воды. Нам же всем кажется, что это очень легко и быстро, а когда ребенок... Когда мы умеем это делать, а здесь ты должен учить ребенка сам. Да, ну, я как бы ее не выделяла там, что она какая-то, я по стандарту советскому, там, или как, в общем, ее воспитывала, я не выделяла ей что-то, что она какая-то особенная, да. То есть, я стандартно во всем детям, ее вот так воспитывала. То есть, ты должна это делать, потому что все это умеет делать. И получается? Нормально. Ну, круто. Да, конечно, вот. Ну, то есть, знаешь, что я делаю там, другие вещи делаю. Ох, не знаю, я не выделяла, как-то, я между ними не уступала, то есть, я стандартно такое делала. Понятно, спасибо. Это должно быть сделано, где должно быть. Мы пьем.